Девушки отдыхают Сейчас мы с вами будем смотреть матчевую встречу, ограниченную во времени 52 минутами И в этой игре встречаются представители Киргизии и России, соответственно, Азиз Мадаминов и Андрей Фрейзов Для вас на протяжении этих 52 с небольшим минут будет работать дуэт комментаторов в составе Юрия Царицына И мастера спорта международного класса, вице-чемпиона мира 98-го года по московской пирамиде Вице-чемпиона Европы 2003-го года по свободной пирамиде Сергей Ермакова Сергей, добрый день, рад приветствовать вас на комментаторской позиции Добрый день, Юрий Добрый день, уважаемые телезрители Будем наблюдать за ходом матча Надеемся, что он подарит нам много интересных эмоций, ну и, собственно, будет держать напряжение до самого конца Сергей, я так понимаю, сегодня у вас комментаторский дебют? Да, Юрий, у меня сегодня комментаторский дебют Будем надеяться, что все удастся Итак, соперники сейчас определяют порядок разбоя, ну и мы для порядку Напоминаем, что здесь в матчу встречи ограничены во времени Счет ведется не до 8 шаров, да, а продолжается, пока, собственно, не пройдут эти 52 минуты Кто больше забивает, тот и становится победителем Что из себя представляет динамичная пирамида? Наверное, Сергею бразды правления в его руке Минуточку, Юрий, я как раз хотел уточнить Я впервые вижу эту версию динамичной пирамиды Мне интересно, как они будут разыгрывать шары на столе До 8 или до последнего шара, а потом продолжать Как правило, на предыдущих эфирах мы работали, они играют до 8, кто первый забивает 8, партия заканчивается, но счет не обнуляется и просто выставляется новая пирамида и они играют дальше Как-то будет на сей раз, сейчас разберемся по ходу, потому что... Интересно Шар кладет сейчас Азиз Мадаминов Напоминаем, что динамичную пирамиду играет с одним шаром, в данном случае бордового цвета И при забитии свояка один из шаров белого цвета со стола убирается Тот, который, соответственно, мешает спортсмену для продолжения его серии Вот он, Азиз Мадаминов, представитель Кыргызстана крупным планом на ваших экранах Ну вот сейчас он выставляет биток в удобную для него область стола и играет прицельного Собирается оттянуть носовика в среднюю Да, и очень неплохо у него получается Может быть, чуть ближе к серединке, может быть, хотел Азиз сейчас Я думаю, да, он хотел поставить более комфортный угол атаки, но не дотянул Это очень сложный технический удар, такая дозированная тешка Применительно к вашей карьере, Сергей, не могу не задать вопрос Есть разные разновидности русского бильярда, какая из них вам ближе? Ну, однозначно на сегодняшний день мне ближе свободная пирамида Почему? Ну, потому что я больше в нее тренируюсь и больше играю Но, вообще-то, я с большим уважением отношусь к классической версии, к московской пирамиде Из которой все многое, многое на русском бильярде выросло Ну, и считаю, что это очень достойная, правильная игра Наверное, не знаю, согласитесь или опровергники, считается, что комбинированная считается Одной из таких наиболее сложных тактических игр, да? Которые занимают гораздо больше времени, чем свободные и динамичные Комбинированная пирамида, я имею в виду, или московская классическая? Комбинированная, комбинированная Ну, комбинированная пирамида для меня, скажем так, не очень знакомая игра Она популярна стала только в последнее время И, откровенно говоря, я мало в нее играл Хотя я понимаю все принципы игры Но этот нюанс, что снимает не соперник, это сам себе снимает шара Он ее немножко ускоряет, и там тактические нюансы в наборе серии присутствуют Я с ними не очень хорошо знаком, скажем так А раньше ведь, если правильно я помню, было так, что снимал именно соперник Да, конечно Это классическая московская пирамида В общем, ну, если не брать в расчет совсем старую игру Малую русскую пирамиду, в которой Свойков вообще не играли Ну, пожалуй, это самая сложная версия Соглашусь Итак, несколько слов, пожалуй, о турнирном пути Напоминаем, что матчу и встреча к самому турниру Чемпионату мира по динамичной пирамиде не относится Это больше такая развлекательная версия Да, но, естественно, она не лишена тоже интриги И здесь соперники борются за так называемые призы почета, можно так сказать Все равно противостояние принципиальное Так вот, что касается Андрея Фрейза, который сейчас у стола То в ходе Чемпионата мира он дошел до стадии 1-4 финала В которой уступил со счетом 3-7, как выяснилось, будущему победителю турнира Леониду Швыряеву На ранних стадиях Он, по-моему, проиграл Тузову Нет, Андрей проиграл именно Леониду Вот передо мной сейчас А, прощение Да, турнирная сетка, ничего страшного Так вот, до выхода в 1-4 Андрей встречался с представителем Кыргызстана Кеннебеком Углу Чингизу Которого обыграл со счетом 7-0 Игра велась до 7 побед А в 1-8 Фрейза со счетом 7-4 обыграл Михаила Ли Представителя Казахстана Что касается его оппонента Азиза Мадаминова То Азиз на более ранней стадии остановился В 1-16 Финала он проиграл как раз Сергею Тузову О котором мы с вами упоминали Я поэтому ошибся Вот сейчас Андрей исполняет удар Это отыгрыш Для данной разновидности для матча и встречи это вообще нетипично Потому что, как правило, соперники стараются играть накладку Стараются забить как можно больше шаров И здесь есть такой интересный нюанс Чем дальше по времени, тем темп игры увеличивается Потому что если один отстает от другого То хочет как можно скорее нагнать Ну да, вообще-то только сейчас мне пришло в голову Что эта версия ограниченная во времени Она предполагает, да, агрессивный подход к игре Со стороны того, кто проигрывает по счету Да, поэтому здесь она интересна отчасти тем, что каждый старается далеко не отпустить своего оппонента Потому что потом бывает невероятно сложно догнать И зачастую, опять же, по опыту работы на разных турнирах Мы становились с коллегами свидетелями того, что За минуту до конца сами спортсмены торопят судей, чтобы быстрее они убирали шары со стола Чтобы, опять же, увеличить темп, чтобы догнать Ну да, интересно Кстати, сейчас на столе очень странная позиция Вообще такая партия нетипичная, да? Да, которые позиции-то, в общем-то, назвать нельзя здесь Спортсмены вынуждены искать какие-то творческие решения Ну вот Мадаминов сейчас тоже исполнял удар, который точностью не отличился И не упомянули мы о датах рождения и, собственно, регалиях сегодняшних спортсменов Что касается Мадаминова, то он родился 1 января 1993 года И является мастером спорта международного класса Его оппонент, россиянин Фрейзе, уроженец города Кемерово Родился 4 марта 1984 года Мастер спорта международного класса Я думаю, что в бильярде возраст, наверное, согласитесь со мной, Сергей Не имеет принципиального значения Неважно, игроку 30 лет, скажем, или 18 То есть есть люди молодые, которые настолько заточены на кладку, да, настолько... Что вы имеете в виду, Юрий? Как, по-вашему, кому легче играть? Молодому спортсмену или более опытному? Я считаю, что все индивидуально Потому что, когда, например, смотришь противостояние, в котором встречается более опытный игрок, да, которому, скажем, за 30 И, например, ну, кто-нибудь из молодых, я не знаю, скажем, Сергей Крыжановский, да, или Ярослав Тарновецкий И зачастую бывает так, что тот же Крыжановский или Тарновецкий в одну калитку, уж простите за сленг, обыгрывают более опытного Так тоже бывает Ну, у меня есть на этот счет какое-какое мнение Я считаю, что оптимальный возраст для спортсмена, который играет в русский бильярд Ну, во всяком случае, я так считал раньше Ну, где-то порядка 19 лет, если этот молодой человек вовремя начинает А вовремя этого сколько? В 6, как Диана Миронова? Думаю, что нет, нет, вполне достаточно 12, 13, даже 14 лет При, так сказать, правильных интенсивных тренировках, ну, молодой спортсмен может достичь уровня кандидата в мастера спорта, ну, порядка за 2-3 года Это спортсмен, который уже умеет забивать все Ну, ему не хватает еще немножко опыта, для того, чтобы правильно вести игру Ну, еще года 3-4 ему вполне достаточно для того, чтобы приобрести необходимые знания И, ну, в 19 лет очень физические кондиции очень подходят для игры в русский бильярд Вопрос сразу следом рождается Вы сказали, что, по крайней мере, думали так раньше Сейчас это мнение изменилось, или вы продолжаете его придерживаться? Я давно не думал на эту тему Но, вообще-то, сейчас в современном бильярде последний, может быть, год-два Что-то просматривается такая интересная тенденция Опытные игроки вдруг начали очень прилично выступать Я догадываюсь, почему это происходит Но, тем не менее, это не совсем характерная такая ситуация 5-7-10 лет назад было по-другому Как раз молодежь очень прилично Приличные результаты показывала Мы, журналисты, люди любознательные зачастую Поэтому я, опять же, не могу не спросить, что изменилось Вы говорите, что я понимаю, что что-то поменялось Но не говорите, что Я не сказал, что понимаю, я сказал, что я догадываюсь Догадываюсь, да, расскажите про свою догадку Ну, я надо сформулировать, но, скажем так Прошло 10 минут встречи Сейчас он, собственно, держит Ну, Азиз продолжает свою игру Да, вот видите, вот ответ на наш вопрос Счет уже 9-1 Столы в новую пирамиду Шары, прошу прощения, в новую пирамиду Не выставляются пока Уточняет судья на всякий случай Правильно ли понял Какой шар хочет Азиз убрать Ну, этот удар не должен вызвать особых сложностей Прицельный в середину Откат под свейка в центр Ну, по-моему, немножечко он опять Перекатил биток Он хотел его оставить на месте Судя по всему, играет тонкого свейка Да Ай-яй-яй Ну, это был очень сложный удар Так вот Получается так А, вот как интересно Да, то есть Серия идется до конца Если он перебирает за отметку 8 шаров То до первого промаха Видимо так Так, теперь мы в курсе Разобрались Да Итак, 10-1 Видимо, около 12 минут позади Что-то в этом роде И сейчас Андрею Фрейзе Надо подтягиваться к своему оппоненту Для того, чтобы далеко не отпустить Это уже приличное преимущество А вы сейчас, Сергей, продолжаете, да Тоже заниматься бильярдом Тренируетесь Я и сам тренируюсь И тренируете И тренирую Тоже Это очень благодарная игра, я вам скажу, Юрий Я с вами абсолютно согласен Она почему-то не надоедает Ни со временем, ни с возрастом Становится все интереснее Как ни странно И что очень важно С каждым годом Популярность бильярда растет Причем растет не только в нашей стране Но и за рубежом Согласен И кроме того Растет уровень мастерства И, кстати, я постараюсь ответить на тот вопрос Вернемся Почему опытные спортсмены стали лучше выступать Мне кажется, что за последние годы Произошел такой качественный сдвиг В понимании того, как надо выполнять Пресловутый прямой удар на бильярде Скажем так Молодежь Еще раз в свое время Ну, какое-то время назад Молодежь в основном выигрывала За счет За счет как бы более Уверенной кладки Более уверенной кладки Да И опытные спортсмены Как бы не выдерживали Такой темп И такую динамику И такую агрессию Со стороны молодежи Сейчас опытные спортсмены Тоже научились забивать Не хуже, чем молодые Понимают это лучше И поэтому результаты стали Гораздо менее предсказуемы Может быть, да Соглашусь с вами И мне кажется, это здорово Потому что, когда ты Наблюдаешь за встречей И не понимаешь, кто здесь фаворит А кто имеет чуть меньше шансов Тем интереснее наблюдать А здесь опять захватил инициативу Да, первый шар Вот после нового выставления пирамиды Ну и что характерно Ни в первом, ни во втором случае Пока с разбоя Спортсмены не забили Ну, наверное Не знаю Как правило, естественно Отрабатывается разбой на тренировках Уделяется этому компоненту игры Серьезное пристальное внимание Но вот по опыту, опять же По наблюдениям Какое-то время нужно Игрокам для того, чтобы Надо адаптироваться к конкретному столу Да На этом столе Вряд ли Позволили потренировать Разбой перед матчем Но с другой стороны Они играли же в турнире И поэтому Имели возможность Стол опробовать Ну, возможно Но тем не менее Новое сукно всегда Какое-то время С ним не справляешься Итак, это, видимо, уже попадание Мадаминова После Повтора Которое не вошло у нас В объективы телекамер Скажем так Насколько я понимаю Счет Еще увеличился Мы можем посчитать Количество шаров На столе Он Двенадцать 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 А вы сказали Пресловутая Прямая траектория Да? Прямой удар Прямой удар В чем его Особая пресловутость? Я действительно Так сказал? Да Ну, дело в том, что Эта игра называется Биллиард Она вся основана Основана просто На умении Делать прямой удар То есть Попадать через центр битка В нужную мишень На столе Это может быть Точка на борту Прицельный шар И так далее А Так сказать Ну, большое количество Множества ударов С винтом Это Все то же самое Только Прямой удар Наносится не через центр битка А через Точку бокового вращения Тот, кто умеет Это делать правильно И стабильно Тот лучше Изобивает Тот убеждает И на эту тему Есть вопрос Мы не так давно С коллегой Аллой Колупаевой Рассуждали На тему того Что я вот высказал мнение Что Смотрите С моей точки зрения В бильярд Здорово играют те У кого все было в порядке С геометрией В школе Вы Как считаете Может это быть Истинным суждением Не берусь судить У меня В школе С математикой В том числе С геометрией Было все очень хорошо Вот видите Вот Вице-чемпионами Европы и мира Не становится Просто так Я не думаю Что это Очевидный факт Не первостепенное Значение Да Играет Так Ну что у нас Фрейзи сейчас Исполняет Удар Прицельного Под низ шара Сейчас замечательно Было видно И оттяжка В середину Куда вышел Вышел видимо Под центр Но под центр Тоже прицельного Забирает Свои камни Возможно Для продолжения Серии Нет смысла Забирать чужого Одиночного Тем более Он отстает Да Вот через этого Чуть ближе к нам Короткому борту Стоящего Отправляем Точно 14-3 Но опять же Пока не катастрофа Такое отставание Но Чем ближе К экватору матча Тем я думаю Нерф игры Будет Увеличиваться А первая партия У нас закончилась Еще там 10-1 10-1 Да То есть Азиз забил В этой партии 4 шара Так точно Андрей Если я не ошибаюсь В прошлом году Играл в финале Чемпионата мира Только вот я К сожалению Запамятовал какого Но мы сейчас Постараемся Эту информацию Уточнить Азиз Мадаминов Сыграл Неплохого Шара В отскок И опять Захватил Инициативу В матче Насколько я понимаю Ну вот так Скоротечно Все Меняется Бражи правления Но мы не увидели Пока еще Никаких Никаких Особых Тактических Действий Со стороны Этих двух Спортсменов Я говорю Еще раз Я думаю Что здесь И не будет Игра Изобиловать Какими-то Тактическими Изысками Хотя бы В плане того Что Большого количества Отыгрышей Мы точно Не увидим Скорее всего Да И пятнадцатый Шестнадцатый Уже Прошу прощения Благодарим Коллег Отвечающих За графику За своевременную реакцию Таким образом Держат нас В курсе Нас Тех Кто Не очень здорово Владеет математикой Геометрии В частности Про себя Матч Продолжается 52 минуты Правильно Да Ровно 52 минуты Сейчас уже Прошло Сказал 20 минут Сказал Диктор Уже сказал Диктор Да Ну вот Буквально Минуту назад А Ну У Андрея Фрейза Еще есть Время Так вот Нашел я Нашел я Наконец Информацию По Андрею Фрейзе В 2015 Году Он действительно Дошел До полуфинала Чемпионата мира По свободной Пирамиде И соответственно Попал В тройку Сильнейших Так что Этот бильярдист Сумел Себя уже Зарекомендовать На Международной Будем говорить Так Арене Ну Насколько Я знаю Азиза Мадаминова Тоже Есть ряд Очень приличных Результатов А мы Сейчас Тоже Постараемся Эту информацию Освежить Тем временем 16-4 И Ну Практически Та же Разница Да В 12 На сей раз Очков А так Было 10-1 После Разбоя Первой пирамиды Перед выставлением Второй Так Что касается Азиза Мадаминова Из последних достижений Отмечаем Попадание В четверку Сильнейших На кубке мира По пирамиде В этом году Принц Оупен Также был Вторым На кубке Одан Мастерс Это Февраль 2016 Года Ну все Это очень приличные Результаты На сегодняшний день Попасть в четверку Второе место На открытом Кубке Ройл Оупен В январе 2016 Года Я вот просто Пытаюсь найти Весомые достижения На крупных Международных Турнирах То есть Это получается Все внутреннее И вот у него В 15-м году Была победа На первом этапе Осенне-зимней серии Ройл по пирамиде Ну это не самый крупный Турнир Ну а расскажите Сергей Вот вы В любимой Своей свободной Пирамиде Приверженец Остроатакующих Действий Или позиционной Тактической борьбы Я не могу Себя назвать Приверженцем Остроатакующего Стиля Не могу Ну скорее Скорее я Предпочитаю Сбалансированную Игру В которой Присутствует Все-таки Отыгрыш Позиционная Игра Но тем не менее Даже моя игра Год от года Становится Все агрессивнее Как это ни странно Потому что Просто Скажем так Жизнь заставляет Играет агрессивнее Бильярд вообще Изменился За последнее время Сильно Да? Сильно Да В лучшую сторону Да Вот это важно Было услышать А вообще Вот с вашей точки зрения Изменения В правилах Опять же В разных Разновидностях Это хорошо Или плохо? Ну Ну вот Например Ту же комбинированную Возьмем Да? Где раньше Надо было В московской Соперник Снимал с игры Шара Теперь В комбинированной Снимает Сам спортсмен Ну Это правило Скорее всего Оно Призвано Сократить Время Конкретной Партии Ну И естественно Повысить Зрелищность Потому что Собственно Московская Пирамида Для Широкого Зрителя Достаточно Может быть Скучным Скучным Это адаптация Под телевизионный Формат Который Наверняка Адаптация Под телевизионный Формат Ну Действительно Есть примеры Когда Игроки Мастера Высокого Класса Разыгрывая Партию Московскую Пирамиду Могут Могут Не забивать 40 минут Ни одного Шара И так далее Не всем это Не всем это Интересно Не все это Понимают И действительно Это не очень Зрелищно Да Ну и зрителя Конечно Тоже может Утомлять Хотя Есть и Большие Любители Знатоки Изменения В правилах Ну На мой взгляд Самые Так сказать Серьезные Изменения Которые Ну Улучшили Скажем так Все в русском Миллиарде Это Это изменения В правилах Отыгрыша Которые уже Достаточно Давно Состоялись Они там Несколько Этапов Пришли Вот К конечному Виду Что можно Выразить Скажем Ну Простыми словами Там Соударение Два борта Или Борт Перекат Вот это Основное Основное Правило Это Сделала Биллиард Мы сейчас Нет Итак У нас Продолжается Во всю Матчевая Встреча Преимущество Мадаминова Еще Чуть Возросло После Второго Выставления Пирамиды Насколько я Помню Счет Был Общий Счет 21-4 Сейчас Мы наблюдаем С вами Яркую Красочную Нарезку Самых Красивых Попаданий В предыдущих Партиях Ну и сейчас Что называется Будем смотреть Дальше Матч уже Абсолютно Точно Перевалил За свой Экватор И Думается Мне Что Остается Около 20 минут А то Может быть И меньше До Выявления Победителя Нам надо Юрий С вами Немножко Повнимательнее Немножко Посмотреть Что происходит На столе Чтобы понять За счет чего За счет чего У Азиза Мадаминова Такое серьезное Преимущество Вот уже Разбита Пирамида Разбивал Судя по всему Я не знаю Кто ее Разбивал Ну счет Остается 21-4 Прошлый раз Разбивал Вы считаете Что не по очереди Разбивал Да Я думаю Что Чередуются Прошлый раз Разбивал Азиз Стало быть В этот раз Разбивал Фрейза Вот сейчас Андрей Устала Будет пытаться Наверстать Свой к себе Ну вот Немножко У него Не получается Наверное Так Как ему Хотелось Ближе К короткому Борту Давайте Еще Немножко Повниматель Вот мне интересно Какой сейчас Делает Какой Выберет Удар Азиз Атакующий Или защитный Ну судя по всему Атакует В угол налево Прицельно Ну с такой Позиции Он Атаковал Он Средину Свояка Значит он Выбрал Атаку А Андрей Перед этим Да Тоже С моей точки Зрения Не совсем Стандартно Сыграл Ну здесь Видимо Формат Формат Матча Предполагает И заставляет Действовать Так Соперников Потому что Ну обычная Тактика Игры Тактика Игры В подобных Ситу В подобных Матчах И так далее Это Попытка Так сказать Держать Биток На Контролировать Дальней Половине Стола Все остальные Белые Шары Держать На Другой Половине Здесь Этого Явно Не Просматривается Ну я Говорю Да Потому что Здесь Спортсмены Боятся Видимо Показать Малейшую Атаку Друг Другу Потому что С нее Может Начаться У этого Матча Другие Задачи Здесь Важно Как можно Больше Забить Андрей Сейчас Делал Два Очень Сложных Удара И После Сложного Чужого Забил Очень Непростого Свояка Да Попал Здесь В размер Но и Филигранная Точность В угол Налево Уложится Бордовый Теперь У него Есть Возможность Сократить Разрыв В счете Было Четыре Два Попадания У Фрейза Сейчас Выбирает Какой Шар Убрать Выставляет Под Прицельного Но Опять Сейчас Важен Выход При Этом Один Шаров Стоит Практически В средней Лузе В створе Я думаю Вот именно Под него Он Нет Его Он Оставляет Наверное Напоследок Ну Я думаю Еще Выбора Нет Придется Играть Но Он Его Поставил Таким Образум Что Может Сыграть Два Сразу Теоретически Это Возможно Но Судя По тому Как Готовится Исполнять Удар Для того Чтобы Сыграть Два Надо Накатить Да Ну Есть Выбор Да Вот Сюда Подтянуть Биток Ближе К левой Угловой А он Играет С винтом Правым Нижним Планирует Найти Здесь Сойка А есть Леон Там Я Честно Говоря Не Разглядел Сейчас Посмотрим Нет Сойка Нет Уже Нет Но С другой Стороны Может Андрей Сейчас Выберет Нет Отредка Вот Тот Редкий Случай Когда Правильный Тактический Удар Сделан В Однобитковую Игру Итак 4-0 Объявил Судья Устала Ну Фрейзе Сейчас Надо Подбираться Подбираться К своему Оппоненту Дабы Сократить Отставание Интересно У спортсменов Есть какой-то Счетчик Времени По которому Не могут Понять Сколько минут Так а там же Объявляют Им у стола Тоже слышно Объявляют Но секундомера Нет Им просто Говорят Что прошло 10 минут Или 20 минут Матч Таким образом То есть Они отчасти В курсе Да Играет Через весь стол Практически Сейчас Фрейза Свояка Браво Замечательный удар Опять ему удается Очень сложный удар Но А здесь ему Простых ударов Не ставят Поэтому приходится Трудовые Ну это все Ну это все Делается Конечно По отыгрышу Так это Называется То есть Атака По отыгрышу Да Если бы Шар не упал Он скорее всего Остался бы Близко К створу Очень сложный удар Зал Андрей Это Правильно Остановить шара В нужной точке Играя с руки В Невскую карамиду Плюс он еще Поставил его Нарезку Немножко Для того Чтобы биток Занял нужную позицию Резка Резка Находка Гораздо сложнее Чем сделать Просто Активную Оттяжку Ну и даже Скажем Активный накат Ну говорят Что с резкой Действительно Биллиардисты Больше любят играть Когда например Стоит шар прямой Резка Она Залог Удачного продолжения Ну Естественно Итак 8 шаров Иногда Страшно Поставить Шар на резку По резки В динамичную Пирамиду Ну вот смотрите В данной партии Мадаминов Ни одного шара Пока не смог Забить Андрей Собственно Ему Пока возможностей Особо и не Предоставил Пока все Восемь в этой партии На счету Россиянина А по поводу Того что В предыдущем ударе Фрейза Очень грамотно Подкатил Да Вышел Под следующий удар Скажем так Остановил Остановил Да Зачастую говорят Что мышцы помнят Вот говорят Либо попал в размер Либо просто мышцы Помнят Как надо совершить удар Чтобы шар Занял именно то положение Которое Хочет спортсмен Не ну понятно Что Как остановить биток В нужной точке Андрей прекрасно понимает Как и все В принципе бильярдисты Сложность в другом При этом же надо Забить прицельный шар Безусловно Так вот Практика показывает Что забить Забить именно Прицельный шар Легче Когда Удар значительно Сильнее Чем тот Который необходим Для вот этой остановки Для стопа Вот этот дозированный удар Сложность Сделать Просто На отмашь Сильный удар С нижним вращением Шар Гораздо легче Будет попадать В лузу И чаще Вот я Именно поэтому Я сказал Что удар Я понял Да Итак С правой стороны От себя Разбивает сейчас Представитель Кыргызстана И вновь Не точно Кстати Сколько В этом турнире Это же Параллельно Чемпионату мира Проходил Турнир Я думаю Что он проходил По окончании Чемпионата мира То есть Вот две матчевые встречи Которые мы освещаем Они игрались уже после того Как чемпионат мира завершился Сколько участников Приняли Мы сейчас посмотрим На все нам В помощь Интернет Который Умеет отвечать На многие вопросы Итак Всего 64 Участника Выступали На чемпионате мира Который вот Прошел В Бишкеке Да Это на чемпионате мира Мы с Сергеем Каждым годом Число Участников Чемпионата мира Растет И это отравится Это ведь участники Чемпионата мира А вот В эту игру Именно в матчевую? Да Нет Это же не отдельный турнир Тут всего Две матчевых встречи Вот одна Которую мы освещаем сейчас И еще одна Еще один выставочный матч В котором Чуть предваряя события Анонсируя Можем сейчас сказать Сойдутся Сергей Горославец И Ярослав Тарновецкий Все То есть это не отдельный турнир Это просто два Два отдельно взятых матча Ну вот сейчас Близко стоящий К средней лузе Шар заставляет Спортсменов Отыгрываться Хотя мне кажется Азиз совершил ошибочку А вот куда играет Андрей Андрей через весь стол Атакует свояком Угол налево Но вновь Браво Фрейзе Вот раз за разом Он Непростые свояки сыгрывает Да И в последнее время Он Не прощает Тактических ошибок Амадаминов Не может забить Уже очень давно Вспомните Да В предыдущей партии Не было Забитых шаров У него И вот сейчас Это четвертый разбой Насколько я понимаю Да Разбой под номером 4 Но зато Вот он сумел Сделать Задел В начале матча И очень прилично Да То о чем я говорил А теперь Плюс Плюс 17 Если не ошибаюсь Фрейзе Да Около того Фрейзе Теперь вынужден Догонять И догонять Как можно скорее И сейчас Чем ближе К окончанию матча Тем Быстрее будут Будут здесь Бегать Около Углов стола Спортсмены Торопясь Посмотрим Я не уверен Что они будут Быстро бегать Я не думаю Что бегать Конечно я утрирую Да Но Поторапливаться будут Уж точно Так вот Подытоживая Рассуждение О самом чемпионате мира Естественно В первую очередь Для российских болельщиков Отмечаем Что Шесть россиян Выступали В Кыргызстане В Бишкеке Это Сергей Горославец Ильдар Вахитов Кирилл Ламакин Андрей Фрейзе Александр Муравьев Сергей Тузов И Леонид Швыряев Ну и собственно Тузов со Швыряевым Играли в решающем матче Очень хороший результат Для российских Да Безусловно Идеальный результат Напоминаем Тот матч завершился Победой Леонида Швыряева Со счетом 7-2 Тем временем Андрей опять забил Своя К Опять вышел Под прицельного Практически прямого В середину Он не вышел Он поставил Поставил Да, прошу прощения Поставил туда Куда удобнее всего Здесь ему опять Нужен стоп И он его исполняет И он его исполняет Филигранно Катился Катился Прямо к угловой Лузе Именно его сейчас Он и отправляет По назначению И выходить будет Видимо На среднюю Скорее Шар Он и заслуженных аплодисментов Болельщиков Удостаивается Это сухая серия В этом разбое Получилось Я здесь не забил Ни одного шара Так как и предыдущая Она была Такой же А, и предыдущий Разбой Может и все Собрать Такую ситуацию Вполне Да Если сейчас Будет действовать Так же уверенно Как в двух Последних разбоях Почему бы нет Скорее всего Опять Выход предполагается В район Среднего А свояка В среднего Самый простой Способ Комбинировать Этономичную пирамиду Ну и там Да Два замечательно Стоящих шара Дают Большое количество Возможностей Сначала Одного Сыграет Вот этот удар О котором я говорил Такая активная Оттяжка Гораздо проще В исполнении Чем Стоп на месте Вот он Свояк В середину Сейчас попросим Еще раз Кудесников Цифр Вывести нам На экран Общий счет Спасибо И вот Первый раз В этом матче Андрей Фрейза Выходит вперед И у него Еще Приличные Перспективы Как чувствовал я Что вот именно В этот момент Нам надо увидеть Цифры Угадали Россиянин Продолжает Штамповать Удар за ударом Очередной Прицельный Что здесь Из своих В середину Опять Как вы думаете Сергей Что сейчас в голове У Мадаминова Не заскучал ли Ну наверное Немножко Заскучал Но Вообще Наверняка Он пытается Проанализировать Ситуацию И понять Где он Допустил Нет Я думал Просто где он Нет Где он допустил Какие ошибки Которые позволили Андрею Перехватить Так серьезную Инициативу Но на мой взгляд Он Никаких грубых Ошибок Не совершил Это Просто Фрейзи Действительно Нашел свою игру Будем говорить так Ну он Сделал Подряд Приличное Приличное Количество Сложных Вступительных Ударов Я имею ввиду Свойков Наверное Четыре Или пять Свойков Он забил Явно Не простых И не После ошибки Да Ну в общем Тут подарков Не было Как договы Поэтому Отдаем Должное Россиянину Думается Что до окончания Матча Остается Около Десяти Минут А то и меньше И тем Интереснее Ну а здесь Видимо При счете 21-4 Он немножко Немножко Все таки Расслабился Чуть Поверил В то что Пол дела Уже сделано Да И дал Возможность Хоть и Сложной ситуации Но атаковать 14-0 И вот сейчас За это 26-21 Да 14-0 Сейчас мы услышали В этом разбое Да В этом разбое И с каждым разом Кстати Этот шар будет за 2 засчитан Или за 1 Почему за 2 За 1 15 Мало ли На столе все таки 16 шаров Если бы упали 2 Я думаю Что засчитали бы Как 2 Но не за 4 Нет Не в коем случае Ну мы так Постепенно И в правилах Разберемся Далеко пойдем Да Ну пожалуй Сейчас будет Последний разбой В этом матче Так По моим ощущениям Показывает таймер По моим ощущениям Остается около 9 минут 9 минут Чистого игрового времени Но будем внимательно Слушать Объявление у стола Вот наконец-то Андрей еще и забил С разбой Да Кстати по моему Первый раз Первый раз Да А начинал Серый разбой Фон То есть это Пятый разбой Он разбивал Первым Если не ошибаюсь Да Вот я уже не припомню Как был первый разбой По моему Он не забил Нет 4 предыдущих Были Нерезультативные Ну и сейчас важно Чтобы Фрейзе Не поверил Преждевременно В то что дело сделано Потому что Вот так вот Все пока Слава богу Как говорится Да Но На бильярде Все может быть Вот непростой удар Непростой Да Но справился с ним Он блестящий Конечно Плюс 9 Ну хочется Честно говоря Уже увидеть И Азиза Мадаминова Устала Ну Сейчас пока Ситуация Еще мало Предполагает Появление Только в случае Ошибки Да Только в случае Грубой ошибки Помилил Для порядка Кей Дабы избежать Кикса Таким Легким Осторожным Движением В середину Ну Выход Который он сделал Он как раз Примерно так и планировал Может быть Перекатил на А недалеко ли там стоит Вот этот шар Мы сейчас Ну трудно Неоднозначная ситуация Ай-яй-яй Вот не хотели Накаркать Что называется Но именно На этом ударе Срезается фрейза Было видно Что посмотрите Как далеко Да стоял Понятно Что игрался Здесь свой в середину Но вот этого чуть-чуть Немножко Немножко перебросил Андрей Этот удар Попал В дальнюю губу Ну и вот как по заказу Азиз Мадамином Мадаминов Прошу прощения Крупным планом На наших экранах Давненько мы его не наблюдали Посмотрим чем ответит Да Есть ли у него Вступительный удар Интересно Тоже непростой Ну Сейчас Непонятно Он скорее всего Прицельного Атака Но Тоже ошибается Он уже засиделся За это время Я думаю Что минут Пятнадцать Он Да Если не больше Чисто Времени Отдыхал Ну по-моему Там Очевидных вариантов У Фрейза Тоже сейчас нет Но наверняка Да Ищет Ищет Свояк Да Он играет Свояк Угол налево От третьего Снизу Шара Много По-моему Не попал В правую Немножко Похоже Заволновался Андрей В правую Часть губки Сейчас Если повтор Будет Мы с вами Увидим Достаточно Высоко Шар Перелетел Так И вот У Азиза Хороший Свояк Наконец-то Попадает Ну Теперь Давайте Считать Юрий Нет Сколько Шаров На столе Сколько Осталось Времени В этом матче Будут объявлять им Когда останется Пять минут Я думаю За пять минут Объявят Да Я насчитал Одиннадцать Вот сейчас На повторе Одиннадцать Одиннадцать шаров Осталось на столе По идее По идее Вот сейчас Десять У Фрейза Преимущество Сокращается Но количество Шаров На столе Позволяет Азизу Догнать Да Если он сейчас И если он реализует Эту позицию Если он забивает Девять Да Получается Отставание Минус восемь А шаров Девять Да Ну да Осторожненько Можно забить Девять шаров Интересная ситуация Да Сейчас Разве И времени Достаточно Судя по всему Да Да Там Около пяти минут Еще Четыре Вот сейчас Могли мы Расслышать Ну что Давайте делать ставки За четыре минуты Мадаминов Забьет Восемь шаров По полминуты На удар Это вполне достаточно Восемь шаров Четыре минуты Начинает С прицельного Есть Все правильно Он играет Невскую пирамиду Должен был Выйти на какого-то Свояка Судя по всему Среднему Да Вообще Честно говоря Вот этот ракурс Поскольку Впервые вижу Ну не впервые Конечно Не очень хорошо Позволяет понять Как расположен Свояк Да Вы наверное Понимаете Поэтому режиссер Обычно с разных планов Пытается показать Стол Чтобы было видно И траекторию И выбор направления Атаки Три минуты остается Отставание Азиза Два шара забита Три минуты осталось График Соблюдается Да Пока Попадает Как надо Но вот сейчас Андрей наверное Начинает нервничать Понимает что От него сейчас Мало что зависит Ну как бы да И вот Андрей Мне кажется Ну после того Удара Который он не забил В среднюю лузу Если мы помним Да Вот он потом Играл Играл Достаточно длинного Свояка в угол В левый И не попал Тоже достаточно Грубо ошибся Вот он заволновался В этот момент Потому что он понимал Что если бы он забил Свояка Он скорее всего Выиграл бы Безусловно Осознание этого Приходит вот сейчас Это волнение Ему и помешало Кстати Ай-яй-яй Ошибается и Мадамина Ну вот по идее Сейчас смотрите Что может делать Фрейз Остается Менее трех минут Он выигрывает Плюс четыре Потрать минуту На подготовку к удару Две минуты даже Вот потрать минуту Ну сознательное затягивание Понятно да Но тем не менее Я не думаю что Но может Теоретически может Но не делает Но тем не менее Да Меня это неприятно удивит Если один из них Что-то похожее Попытается сделать Андрей вообще Атаковал на самом деле Причем он сейчас нырнул Вот бросился он На эту атаку Он мог Он мог не затягивать Время на подготовку к удару Он мог попытаться Удержать позицию Странно что он Этого не сделал И вот кстати Браво Тут же за свой нырок Поплатился Ну и смотрите Как мы в начале репортажа С вами предполагали Да действительно Нерф игры До самого конца Держит нас в напряжении И чем ближе Уже там чуть больше минут Остается Тем интереснее Как все-таки Завершится эта матчевая встреча Восемь шаров уже Ума Даминова Отставание минус три Ну давай Последняя минута Последняя минута пошла Раз Точно Около 50 секунд У представителя Кыргызстана Не думай Хочется как-то Подтолкнуть их еще К тому чтобы Совсем уж все было здорово И тем не менее Секунд есть сейчас У Азиза 30-31 Ну и вот улыбка уже не может скрыть Мадаминов Все прекрасно понимает Что сейчас от него Зависит Исход Этого матча Так а что здесь Жалко что нет Хронометража Непонятно Ну 31-31 31-31 Правильно И последний удар На него остается что-то Около 10 секунд Браво Вот это развязка Да Мадаминов сумел Вернуться в игру Несмотря на то что На последней секунде На последней секунде Да слышим Для подобных Для подобного матча Редчайшая ситуация Чтобы кто-то выиграл На последней секунде С привесом Да Классный матч Мы с вами посмотрели Безусловно Много здесь было интересного И я думаю Что формат матчевых встреч Уже успел полюбиться Многим болельщикам И любителям бильярда Что ж На этом наша трансляция Постепенно подходит к концу Благодарим коллег За помощь в работе Комментировали для вас Юрий Царицын И Сергей Ермаков Всего доброго Дорогие друзья Играйте в бильярд Всего доброго До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»